приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня хотим поделиться с вами но давно уже хотим на самом деле вот сегодня нам попалась свиная рулька хотим поделиться с вами рецептом свиной рульки сваренной в пиве после этого запеченной в общем вообще колено есть такое чешское блюдо также она это блюдо есть немецкой кухне есть баварская колено в польской кухне тоже готовят свиное колено это же она как-то так называется типа вэпша колено в общем мы собирали все эти рецепты пробовали их везде и сделали свой ну может немножко оригинальная может не совсем оригинальные ну в общем наш рецепт свиной рульки или бэпшево колено в пиве для приготовления естественно в первую очередь понадобится бэпши колено такое хорошая коленка мы купили но единственное что вот здесь вот в одном месте повреждена кожа я не знаю при каких обстоятельствах у этой свиньи повредилась кожа на колене но так получилось из специй нам понадобится ягодки можжевельника но вообще все ингредиенты все специи вы найдете в описании видео лариса скрупулезно составила рецепт как обычно но вкратце расскажу ягодки можжевельника лавровый листик кориандр тмин черный перец обычный черный перец душистый чеснок много чеснока нужно много луковица и естественно бутылка темного пива причем естественно мы используем пиво домашнего производства вот если будете покупать пиво покупайте не горькие сорта есть горькое пиво темное есть сладкое то есть покупайте сладкие сорта в украине характерные это белая ночь наверно черниговская также то что могу назвать вот из характерных сортов которые подойдут это крушовица темная это золотой фазан темный пиво темное которое именно сладкое то есть пиво которое типа портера допустим она не подойдет потому что самого колено будет горчить в первую очередь нам надо это колено немножко нашпиговать для того чтобы нашпиговать нашу рульку буду использовать чесночок порежу вот так вот на половинки зубочки обычно это делает лариса но сегодня у меня такая почетная миссия много перцев по моему пониманию перца много не бывает на самом деле это но вообще вот это вот шпигование это такой наш лариса и так сказать опыт и много соли дело в том что колено можно предварительно замачивать очень буду чихать замачивать чтобы она засолилась ну вот мне больше нравится так вот эти вот надрезы шпигование так сказать они будут способствовать лучшему просолу рульки попаданию всех бульончиков вкусных вовнутрь вот таким вот образом где-то у нас кость и так вот точно также нашпигую все вэпши колено теперь перевяжем наше колено потому что мы его будем разваливать ну вообще до такого состояния когда мясо будет полностью отделяться от шкуры и от костей то есть нам его надо очень сильно развалить для того чтобы она не развалилась не потеряла форму мы вот делаем вот таким вот образом то есть без всякой системы как-то вот так вот хаотично перевязываем наше коленка или рульку чик лишачок отрезаем луковичка разрежем пополам естественно предварительно ее помыли сняли верхний слой шкурки шелухи колено сюда луковицу сюда чеснок сюда все специи и теперь святотатство разбить пол литра в дребезги да я тебя производим фирменное святотатство темное прекрасное пиво по чешскому рецепту флековский тьмавый лежак сваренная собственноручно но не выпитая выливаем в колено нам надо чтобы колено полностью было погружено в жидкость поэтому естественно вторую бутылку пива меня жаба просто задавит сюда выливать ну и в общем допустимо дольем водичкой ливаю водичку чтобы колено полностью купалась так сказать в этом пиве сейчас наверное еще кружечку и перемещаем все это на плиту начинаем нагрев до закипания после этого нам надо будет снять пенку сейчас покажем как пиво закипело но пенки почему-то не образовалась то есть обычно образовывается вот то что при приготовлении бульона называется шум такая пенка которая из ну наверное из крови которая содержится в мясе образовывается в общем если эта пенка есть то и и снимаем ложечкой после этого добавляем столовую ложку соли но опять же таки все зависит от того насколько соленое вы любите опа пенка уменьшаем огонь до минимума чтобы чуть-чуть кипело и варим три часа 30 лет варилась наше колено на самом деле шучу три часа варилась наше колено вообще она так вкусно пахнет вот такая вот штука получилось но реально просто распадается в руках нам теперь его надо друзья запечь чтобы она имела такой красивый карамельный вид для этого но в принципе можно просто запечь но мы приготовим еще такую глазурь сейчас чтобы она уж совсем имела карамельный такой красивый запеченный вид естественно сковородочку то есть можно запекать на сковородке можно запекать на противне естественно смазываем масло маслом вот сейчас поснимаем эти веревочки которыми мы связывали колено чтобы она не рассыпалась в процессе варки и ну вот естественно его можно и не так сильно варить не так сильно уваривать но мне нравится вот это вот свиное колено или свиная голяшка она мне нравится именно в таком состоянии когда вот мясо отстаёт от костей, когда оно совершенно нежное. Ну вот вы видите сейчас, оно реально, вот Лариса даже боится какие-то резкие движения с ним делать, чтобы оно просто не развалилось. Оно сейчас будет невероятное, такое классное. Ну, в общем, не будем забегать вперёд. Итак, для глазури взяли столовую ложку горчицы, стакан пивного бульона, в котором варилось наше пиво, и 2 столовые ложки, как он называется, тростникового сахара коричневого. Одна столовая. Одна столовая. А, извините. Значит, столовая ложка горчицы, а горчица тоже столовая? А, горчица чайная. В общем, друзья, сейчас я вам насоветую, но Лариса написала точный рецепт, и вы его найдёте в описании видео. Значит, чайная ложка горчицы и столовая ложка сахара, тростникового коричневого сахара. Всё это растворяем тщательно. И у нас получается глазурь. Сразу же смажем наше колено этим раствором, и будем где-то каждые 10 минут открывать духовочку и смазывать. Вот этот вот сахар, он будет карамелизоваться, и даст нам такую красивую именно корочку. Вот мы получим такое колено, как его подают в ресторанах, красивого карамельного цвета. Но должны получить. Разогрели духовку до 200 градусов. Сейчас переместим его в духовочку. Отправляем наше колено на запекание. Запекать будем 40 минут. Каждые 10 минут будем смазывать его нашей глазурью. Ну и, друзья, через 40 минут буквально будем дегустировать уже. Через 40 минут наше колено готово. Подрумянилось, шкварчит и источает невообразимый и невыносимый аромат. Вот такая вот шкварчащая вкуснота, друзья. Сейчас немножко остынет, буду пробовать. Но оно реально очень красивое. Единственное, что вот оно уварилось, меня смущает эта кастамаха, которая из него торчит. В ресторанах как-то его когда подают, то бы из этой кастамахи. Но мне кажется, она очень вкусная. Подождем, пока остынет, и продегустируем. Ну что, дорогие друзья, свиное колено остыло. Я глотаю слюнки. Хочу показать вам, какая красота. Кот пришел. Какая красота здесь внутри. Видите, мясо настолько. Сейчас я тебе дам. Мясо, оно настолько мягкое. Вот оно расслаивается на волокна. Просто потрясающе. Сейчас попробуем, дорогие друзья. И, естественно, первая порция, самый лакомый кусочек, нашему главному дегустатору. Пробуй. Я тоже сейчас захлебнусь слюной. Вкусно? Говорит, что вкусно. Эх. Это божественно. Не лезь на стол, пожалуйста. Надо еще кусочек дать кошечке. Уж очень она просит. Друзья, рулька просто фантастическая. Невероятная. Настолько мягкая. Такой яркий вкус. Я вам передать не могу. Немножко вот корочка сладковатая, потому что мы ее делали, карамелизировали. Это просто фантастика. Боюсь, что до ужина она не доживет. Я ее сейчас всю на дегустации съем. Ну, мне, кстати, вот так вот приготовлено в домашних условиях. Мы с Ларисой пробовали и в Чехии, и в Польше, и в Германии. Вот это вот свиное колено, или вепше колено. Мне наш рецепт нравится, если честно, больше, чем ресторанный. Все-таки в ресторанах ее немножко не доготавливают. Ну, это мое имхо. Естественно, я буду хвалить свое. Просто великолепное. Тает во рту. Настолько вкусное мясо, настолько классное блюдо. Попробуйте приготовить, вы точно не пожалеете. Я вам гарантирую. С удовольствием вам представляем рецепт. Наш, немножко адаптированный. Свиной рульки, или вепшего колена, как я уже говорил, это блюдо в очень многих странах Европы пользуется большой популярностью. Вы поможете приготовить у себя дома совершенно просто, без всяких заморочек. Действительно, очень вкусно. Украсить любой праздничный стол, украсить любой семейный ужин. Сюда картофанчика какого-нибудь. Причем можно и пюрешку, можно и жареную картошечку фри. Ну, все на вашу фантазию, дорогие друзья. Надеюсь, что видео вам понравилось и было полезным. Оставайтесь с нами, а мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!